С чего начать этот ролик? Он на самом деле очень важный, потому что процентов 50 моя аудитория меня узнала из-за конфига Этот конфиг появлялся везде, в чате, в каждой катке Я вам серьезно, в матчмеке заходишь и ты там видишь вот эту вот надпись, которая у вас на экране Лайках бэдж, я играю на конфиге с шоком Я смеюсь в чате и потом какой-то смайлик Это все очень круто и я рад, что это получилось Огромную аудиторию получил именно так Может быть не аудиторию, но узнаваемость 100% Она реально выросла Спросить любого игрока в кс, знаешь ли ты шока Они скажут, что да, но есть ли там проблема? Ключ Не под тем ключом меня знают, поэтому я сегодня вам говорю так Официально заявляю, что я добился того, чего хотел И сейчас уже не хочу продвигаться в виде конфига А именно в текстовом виде Поэтому, друзья, команды, я играю на конфиге с шоком Лайках бэдж, больше не будет вообще Я убрал в новом обновлении эти команды Теперь, когда ты нажимаешь на кнопку i У тебя в чате пишется вот этот смайлик Ни на капслок, ни на аж ничего больше не происходит Теперь, когда вы будете играть на этом конфиге, вы не будете бояться чей он Но у тебя появится вопрос Окей, ты убрал команду, а зачем вообще конфиг? Конфиг нужен для настройки игры Какие-то удобные настройки, которые я сам использую И я честно скажу У меня есть какой-то опыт в этой игре Я знаю, что здесь нужно делать, что не нужно делать И я готов этим поделиться с вами Кому интересно, ребят, привет Кому не интересно, ну, вы лучше знаете, как это все работает Но, понятное дело, это видео будет более полезно тем челикам, которые только заходят в CSGO А их очень много, потому что она стала бесплатной Ладно, друзья, давайте начинать Сейчас я вам покажу вообще, что тут происходит и как это все работает Let's go Думаю, что пройду по командам, как обычно, по традиции Поэтому сейчас я прочитаю все то, что написано А команд стало намного меньше, правда Маус 3 Вы нажимаете на эту кнопку И у вас берется флешка сразу Представим ситуацию У вас глок, вы хотите кинуть флешку быструю Вы нажимаете на 4 и ищите эту гранатку Не нужно Сейчас вы просто нажимаете на колесико Берется флешка, вы кидаете ее и нажимаете еще раз И она будет лететь прям максимально быстро И разница просто колоссальная И проигроки используют эту команду уже давным-давно Потому что это реально быстро Вот как это все классно происходит Следующая команда у нас с JumpStraw Вы просто нажимаете на маус 4 И кидаете гранату максимально высоко, как можно И она всегда стабильная То есть ниже, выше вы никогда не прыгнете Вы прыгаете именно в самом пике прыжка И гранаты летят 100% точно И никаких проблем нет Опять же, проигроки это используют Потому что это реально годная тема Ну, понятное дело, такое больше практикуется На тикрейте 128 Потому что на 64-м некоторые смоки вообще не долетают Потому что это такой тикрейт Потому что это матчмейкинг Потому что это ужас Нажимая на маус 5 Вы мутите команду Чтобы вы бы никого не слышали Играя в матчмейкинге Я знаю, что многие играют в матчмейкинге Поэтому я эту команду оставил Скролли колесико вниз Вы прыгаете При банихопе это очень прикольная тема И я частенько пользуюсь И вы сами можете заметить на стримах То, что я частенько хорошо банихоплю Сейчас у меня, конечно, стоит автобанихоп Но бывает залетает Ну, это удобно На Shift у нас есть очистка карты Просто нажимаем на эту кнопку И вся кровь чистится Все пули пропадают И это максимально удобно Тем более на аимках Потому что там любой пиксель Это важно Нажимая на X Вы включаете и выключаете ноу-клип Играя за террористов у вас мало времени Вы должны кинуть бомбу тиммейту Но чтобы кинуть бомбу тиммейту Нужно нажать на пятерку Потом ее выкинуть Поэтому сейчас вы просто подходите к тиммейту Нажимаете на букву V И не теряя времени Эта бомба падает И вы можете ставить бомбу вовремя Опять же про игроки Про игроки это используют Нажимая на Enter у нас меняется расположение рук Я никогда этим не пользовался Было пару раз Но есть люди, которые реально этим живут Они при каждом движении там что-то делают Я не знаю зачем, но окей Нажимая на клавиатуру минус У вас включается громкость на 0.1 На плюсик это 0.5 И на Enter 1 Это удобная штука Потому что играя в дискорде В тимспике Вам легко перестраиваться на тихую и громкую кс Я этим пользуюсь Вы сами знаете И нажимая на кнопку i Вы получаете такой вот смайлик в чате Это какая-то новая фишка Пусть будет Это единственное упоминание о том Где вы играете На каком конфиге На стрелочках клавиатуры Вы можете менять прицел во время игры Даже Егор Крит уже играет на моем конфиге Поэтому, ребята Если Егор Крит играет на конфиге Я думаю, нужно задуматься об этом Эта фича используется со второй версии конфига И до сих пор актуальна Люди этим пользуются Дальше Мы добавили новую команду Которая улучшит ваш фпс Потому что она сбрасывает кэш игры Вы играете часа 2 в кс У вас много ошибок уже в игре То есть там всякое говно могло случиться Ошибки же бывают Вы сами это понимаете И самое главное, что фпс падает Вы просто это не замечаете Так вот Мы просто вписываем в консоли слово фпс И у нас игра заедает Потому что она скидывает весь кэш Который записался во время катки И он не удалился У вас фпс сразу вырастает И вы можете продолжать играть Такое практикуется уже давно Но я почему-то только сейчас узнал про эту команду В общем, друзья И самое главное Я перешел на разрешение 4 на 3 То есть вы сейчас видите То, что я не Я впервые не на 16 на 9 Потому что я стал лучше играть Когда перешел на 4 на 3 Ну как бы ты ничего-нибудь не придумывал Но реально 4 на 3 Это намного удобнее И как-то Какая-то импа что ли Я сейчас играю на таком разрешении На такой графике Что у нас по настройке мышки У меня СНСА 05 И D5600 Кто это будет спрашивать Вы спросите Эрик, а где надграф? Как ты сидишь без надграфа? Все потому что надграф не нужен Если вы не смотрите на него Поэтому нажимай на таб Только в этот момент он появляется И это удобно Хоп-хоп-хоп Ну также есть изменения в радиопанели Есть изменения в текстовом документе Но это не столь важно Поэтому я не буду зацикливать ваше внимание Ну и последний вопрос Последний вопрос Это как сделала такую графику Которая у меня сейчас Я вам сейчас это все покажу Это очень легко делается И просто Погнали Мы на рабочем столе Заходим в панель управления NVIDIA И у нас открывается такая вот штука Заходим в регулировку параметров Цвета рабочего стола И вот здесь у вас у всех стоит 50% Вы должны поставить 80% И все Теперь у вас CSGO будет яркое Но есть одно но Не только CSGO Весь монитор у вас будет такой Поэтому при заходе в CSGO Ставите эту интенсивность И играйте, кайфуйте Но честно говоря я уже привык к этому проценту Поэтому не меняю Даже когда сижу просто Скролю браузер Ну и также чтобы сделать 4х3 растянутая Как у меня Вам нужно выбрать Вот тут позицию Во весь экран И теперь у вас CSGO будет растянутая Ну и понятное дело Мы исправили прицел Теперь он максимально красиво выглядит Он очень сильно подходит Именно к разрешению 4х3 1280 на 960 То есть на 16 на 9 он будет не очень Я именно подбирал под это разрешение Вот так вот и заканчивается обзор этого конфига Я надеюсь, что тебе вам понравилось Если это так, то поставь лайк прямо сейчас И давайте наберем 30 тысяч лайков Я буду верить, что мы сможем это сделать И сейчас вопрос Как это установить? Эрик, что, что? Я сделаю ролик на лайв-канал Где расскажу, как его установить Поэтому прямо сейчас Заходи в описании этого ролика И ищи ссылку И самое главное Если ты был мясом до моего конфига Ты останешься мясом Потому что конфиг не дает ничего Он дает только небольшой комфорт В плане команд Если ты вообще не тренируешься в CSGO Ты никогда не будешь хорошим игроком А чтобы тренироваться Cybershock.ru Это моя сетка серверов Где вы можете тренироваться На десматчах, на аренах и так далее Реально тренировочная сетка Все ссылки есть в описании Играйте, занимайтесь лоты А я с тобой прощаюсь Спасибо за просмотр Пока Субтитры сделал DimaTorzok